До шести лет я жила с родителями, мой папа начал пить, он выгнал мою маму, и мама забрала меня, и мы с ней много ходили по соседям, по знакомым, ночевали там, и в итоге мама отдала меня в детский дом. Около семи лет у меня мама умерла, ну, ее убили, а папа продолжал пить. Первый день я родился, и мама меня, получается, ну, настоящая мама, просто выкинула на улицу. Я жила с братом, с мамой, пока мама не умерла на моих глазах, меня отправили в детский дом. До 14 лет я жила в детском доме. Когда я первый год проходила детском доме, было очень трудно, я не мог привыкнуть к этому, я избегал с детского дома, и мне там не нравилось, и коллектив там другой был. С детского дома выпустилась три года назад. Детский дом дал мне, ну, почувствовать жизнь. С малых детства я понимал, что такое жизнь уже. Тебя контролируют, тебе не нравится, потому что тебя, ну, ограничивают в многом. Когда этот контроль кончается, ты хочешь его обратно. В детском доме у меня всегда была еда, крыша над головой, учеба, одежда. Ну, я был готов к самостоятельной жизни, я уже понимал, что это такое, но все равно боялся. Ты уже как-то взрослеешь и понимаешь, что нужно уже как-то по-взрослому думать. Самостоятельная жизнь очень тяжелая. Я не знаю, ее не нужно так сильно ждать. Хочется вернуться обратно в детство. Я думал, намного легче будет, а оказалось все по-другому, что намного сложнее жизнь началась. Я же до детского дома негативно ко всему относилась. Ну, ненавидела также кто из детского дома, мы их унижали. Когда я попала туда, я поняла то, что такие же люди, как мы, мы должны, наоборот, ими восхищаться. У них нелегкая жизнь, не каждый поймет домашний. Кто не пробыл в детском доме, не прожил там, не поймет нас никогда, через что нам пришлось пройти и кем мы стали. Пять или шесть лет назад, когда я был в лагере, приехал в фонд «Пчелка». Они мне с первого раза сразу понравились. «Пчелка» — это такой фонд, где собираются самые лучшие люди. Новые знакомства с разными людьми, которые очень добрые по душе. Я даже не ожидала, что такие люди есть. Нас любят и не забывают, что мы не одни в этом мире. Я все время спрашиваю, как, что сделать. Все время хорошие советы говорят. Когда я выпускалась, то у меня было много вопросов, да, там, как там с деньгами распоряжаться, как вообще жить. И вот, когда я посещала занятия, life skills, там очень много говорили про распоряжение денег, про то, как вообще поступать в жизни, как относиться к людям. Просто когда человек привык, то, что к нему плохо относятся, тут раз такие люди появляются. «Я всегда знаю, что если у меня что-то случится, я всегда могу позвонить любому из волонтеров и попросить помощи, и никто никогда не откажет». Субтитры создавал DimaTorzok